Обесценивание рубля отразилось и на армянском драме. На фоне падения курса рубля на международных валютных рынках, объем трансфертов из России в Армению в этом году снизился и продолжает снижаться. Тенденция снижения денежных переводов из России наблюдается уже четвертый месяц подряд. Денежные переводы трудовых мигрантов играют значительную роль в экономике страны и в социальном обеспечении отдельного получающего эти переводы гражданина. По данным Министерства финансов Армении, трансферты составляют около 15% ВВП страны. Поток российских трансфертов в Армению является самым значительным среди других стран. В частности, их доля в совокупном объеме частных переводов республики за три квартала текущего года, по данным Центрального банка Армении, составила 87%. Основной причиной сокращения денежных переводов из России в Армению, по мнению специалистов, стало резкое ослабление курса рубля. Одновременно в банках Армении и обменниках зафиксировались резкие скачки курса доллара и евро. В связи с этим многие банки не продавали доллары и евро и закрывали табло с курсами валют, а в обменных пунктах, если и продавали, то с количественным ограничением. «Сын четыре года как ездит в Россию на сезонные заработки и время от времени отправляет мне деньги на проживание. Сегодня поменял рубли по курсу 7,35. Ровно половину денег я потерял в банке». Мамвил Абрамян вернулся из России к Новому году. С 2008 года является сезонным трудовым мигрантом, работает на стройке. По его словам, инфляция в России сильно ударила по его карману. «Если раньше я мог привезти совы российские рубли в среднем на сумму 1 миллион 200 драмов, то сейчас эта сумма сократилась до 800-700 тысяч. Рубль обесценился приблизительно на 40%. Сейчас на руках не деньги, а бумажки. В подобных условиях вряд ли я вновь поеду в Россию. Два дня, как вернулся в Армению, пока не могу понять, что происходит с драмом. Подорожение товаров не сравнить ни с чем. Ни в одной стране нет такого. Вроде рубль сильно обесценился, но в России товары намного дешевле, чем в Армении». «Процентов на 30 отразилось, если не больше, если не будешь на дорогу. Если ты разминивал деньги, ты мог на эту сумму в месяц жить спокойно, сейчас ты не можешь быть на месяц. Мне кажется, даже в этой ситуации страдают в основном армяне. Мне так кажется, потому что очень много в России. Российские деньги получали. Очень сильно отразилось. У меня раньше получалось по курсу, допустим, у меня зарплата была около 3000 долларов, сейчас у меня получается 1300 долларов. А российские, если раньше по курсу было 13, сейчас уже, вот видите, 8. Смотрите, мы на обмене сразу же потеряли практически 40% базарной платы. Бед нам, в общем-то, терять, как говорится, не так уж много. Страдают и миллионеры, да? Ну, пока выкручиваемся. Все-таки надеемся, что наша страна сможет выйти с этого экономического затруднения. Вообще, я лично держу деньги в трех валютах – и в евро, и в долларах, и в российских. В каких выигрываете? Пока… Пока особенно не в каких. Пока вы, знаете, как… Выигрываю в каких. Пока было. Стыдно должно быть нашему правительству, что позволяет в стране такое обесценивание национальной валюты и резкое подорожание товаров. Я получаю пенсию в размере 25 тысяч драмок, которых ни на что не хватает. Не знаю, за коммунальные платить или купить что-нибудь поесть. Финансовая нестабильность на валютном рынке Армении, по мнению правительства, обусловлена не только глобальными и региональными изменениями, но и носит спекулятивный характер. Чтобы избежать дестабилизации экономики страны, правительство решило вести политику плавающего курса драма.